Всем привет, друзья! С вами Диас Валихан и сегодня я приехал в гости к дрифт-команде True Crew. А позади меня True Crew станция. Это место, где приводится в боевой вид и восстанавливаются после соревнований дрифт-болиды команды. В этом видео вы увидите автомобили команды True Crew, вы увидите место, где строятся и восстанавливаются автомобили True Crew, а также несколько интересных проектов. Итак, погнали! В составе команды True Crew 5 автомобилей – BMW E30, Toyota Corolla AE85 и AE86, Nissan Silvia S14 и Subaru Forester. Так как каждый из этих пяти автомобилей действительно уникален, в данном видео я расскажу о машинах, не проваливаясь в детали. Ну а вы напишите в комментариях, подробный обзор на какой из этих автомобилей вы бы хотели увидеть в следующем видео. Ну а теперь перейдем к машинам. BMW E30. В ней ходовая часть от BMW E36 Compact, коробка дизельная BMW, а редуктор от 525 E34. Передняя часть автомобиля была срезана практически по лонжерону, вместо нее установлен башбар – это пространственная рама из бесшовной трубы. Под капотом турбомотор от Toyota с кастомным коллектором и верхним расположением турбины. Радиаторы установлены по принципу V-mount. Стандартный топливный бак уступил место спортивному на 18 литров. Двигатель работает на родных мозгах, с перехватчиком юничип и выдает порядка 300 сил. Сейчас автомобиль ожидает установку новой турбины, что позволит снимать с двигателя порядка 400 сил. Toyota Corolla E86. Также известная как Levin, Trueno и Hachiroku, что в переводе с японского значит 86. Под капотом здесь трехлитровый турбомотор 2JZ-JTE. Такой же двигатель ставился на Toyota Supra. После установки турбины Garret 3776 двигатель выдает порядка 500 лошадиных сил. Передняя подвеска здесь от Nissan Silvia. Рычаги и реактивная тяга имеют регулировки, а поворотные кулаки – увеличенный угол выворота. Подобный сетап очень распространен среди владельцев трифтовых АЕ86. В задней подвеске сборная солянка, амортизаторы от Mitsubishi Outlander, пружины от Nissan Tarana, а задний мост и вовсе от минивэна Mazda MPV. Subaru Forester 1997 года. Под капотом двухлитровый турбомотор от Subaru Impreza VRX STI с турбиной Garret 3776R. И при давлении 1 бар двигатель выдает 380 лошадиных сил. Вся эта мощность через шестиступенчатую механику, также от STI, передается на задние ведущие колеса. Правда, для этого пришлось заменить привода Subaru на привода от 525 BMW E34, которые оказались более толстыми и выносливыми. Подвеска с регулировками высоты и жесткости. Передние рычаги с увеличенным выносом для большего выворота колес. В планах собрать новый мотор объемом 2,5 литра, для того, чтобы в полной мере раскрыть потенциал турбины, которая может надуть на 500 сил. Toyota Levin в кузове AE85, стандартный двигатель объемом 1,6, был доработан установкой четырехдроссельного впуска, нового выхлопа, электронной системы зажигания и блока управления двигателем Outronic. Подвеска нестандартная и имеет регулировки для более тонкой настройки. Все резинки входовой части были заменены на полиуретан. В салоне, помимо каркаса, дополнительные приборы для контроля состояния двигателя, спортивные сидения, а также спортивные ремни безопасности. В планах установка турбины и увеличение мощности с 200 до 300 сил. В отличие от остальных автомобилей в команде, этот Nissan Silvia S14 выступает в классе Street, где участвуют практически стандартные машины. У него под капотом двухлитровый турбомотор с блоком управления низ-тюн и мощностью около 300 лошадиных сил. Ходовая часть практически стандартная, за исключением доработанных амортизаторов от Subaru Forester. В салоне спортивное сидение и ремни безопасности согласно требованиям регламента чемпионата по дрифту. Особенно хочется отметить, что данным автомобилем управляет девушка, единственная представительница слабого пола в казахстанском чемпионате по дрифту. Теперь вы имеете представление о всех автомобилях команды True Crew. Напишите в комментариях подробный обзор, какой машины вы бы хотели увидеть в следующем видео. А мы переходим дальше. Ну что ж, а теперь расскажу про место, где строятся и ремонтируются автомобили True Crew команды. Так, здесь мойка. Ну, мойка нам не интересна, а интересно то, что находится в этой стороне. Здесь у нас 7 подъемников, то есть машины без проблем можно поднять, обслужить. И сейчас здесь, кстати, стоит вот BMW E36, купе. И на нее устанавливают, отгадайте что, конечно же, JZ. Легендарный мотор. Те, кто болеют автомобилями, тюнингом автомобилей, наверняка знают. Но кто-то может сказать, что это кощунство ставить в BMW тойотовский двигатель. Не знаю, для чего ее готовят, но подход основательный. Nissan Skyline. Не знаю, что с ним происходит, что делают. Ну вот здесь висит коробка на домкратах. Ну, посмотрим еще. Вот у нас такой интересный автомобиль. Это Subaru Impreza VRX. Но это уникальная машина, потому что в этом поколении их не было в кузове купе. Они были только седаны. Этот автомобиль разрезали по стойку. Сократили его на 222 миллиметра. Сделали новые двери из двух. Отлили новое стекло. Новое стекло за водительской дверью. В общем, сделали очень много всего интересного. Плюс под капотом V-mount интеркулеры стоят. Вытяжка капот. На капоте, видите как? То есть не как обычно воздухозаборник, а наоборот. Отверстие для того, чтобы выводить воздух из-под капота. Машина на самом деле очень уникальная, очень интересная. И если это видео наберет 250 лайков, я попрошу владельца этой машины рассказать более подробно про эту Subaru. Итак, пойдемте дальше. А дальше у нас Mercedes 221 S600 с 12-цилиндровым V-образным двигателем. Но нам это не интересно, потому что таких машин огромное количество в городе. Кто-то настоящий V12, кто-то просто с фильдиками. Я бы хотел вам рассказать более подробно об этом экземплярчике. 126 Mercedes. Сейчас он выглядит погано. Согласен. Но что будет потом? Потом под капотом будет... В общем, здесь будет JZ. Здесь будет... То есть уже есть то, чего вы не ожидаете. Морсоводы, наверное, сейчас сразу узнают, чьи это сидения. То есть сидения явно выбиваются как минимум по цвету. Вы видите, да? То есть здесь были раньше коричневые сидения. Теперь здесь стоят черные. Черные сидения от 221 Mercedes. Да, вот такие сидения будут в этом старичке. Причем они уже установлены, как вы видите. Вот задний диван. Ну, здесь еще, конечно, все это надо допиливать. Приводить в порядок. Но, как минимум, начало положено. Теперь надо все это доделать. Следующий автомобиль. Subaru Impreza VX STI B22. Возможно, сделаю ошибку в названии. И честно, ребята, я такой же автолюбитель, как вы. Поэтому не всегда могу знать всей информации. Знаю, что лимитированная версия доскональных отличий от четырехдверной STI VX не могу сказать. Кстати, даже не знаю. Может быть, в этом поколении они и не были STI. Внутри каркас. Дополнительные приборы. Приятный автомобиль. Ну, на каждый день, не знаю, с таким вот развалом ездить, наверное, будет тяжеловато. Вот, смотрите, тоже, да. Боевая эксплуатация. Диск поврежден. Даже страшно представить, что с ней произошло. Бампера. Куска бампера вообще нет. Здесь вот такие заплаточки. Застопали машину и дальше, дальше в бой. Ну, вот так вот. По-другому просто не бывает. Так, здесь у нас еще один последний герой этого выпуска. Nissan Pulsar GTI-R. Сейчас он леворульный, но вообще таких машин леворульными не было. Она перекинута, потому что изначально она была праворульной. Машина полноприводная. С двигателем 2 литра турбо под капотом. Знаете, это такие горячие хэтчбэк. Компактные габариты, полный привод. 250, наверное, лошадей, а может быть и больше. Ну, вот и все. На этом мы заканчиваем знакомство с дрифт-командой True Crew и с их станцией техобслуживания True Crew станции. А я напомню, что если вы хотите более подробный обзор про Волк и синюю Subaru, поделитесь этим видео. Обязательно поставьте лайк. Как только наберем 250 лайков, я попрошу владельца этой машины рассказать о ней более подробно. С вами был Диас Валихан. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok